Светлана Борисовна 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 Интенсивность разная, меняем какие-то экспозиции, там что-то такое, то ли длина волны, то ли мощность, бьют и по голове, по затылку, я купила ткань, прикрываюсь, ночью пыталась накрываться, усиливают мощность, и ничего не помогает. В общем, это похоже на пытки, на ад, я не могу даже рассказать об этом тяжело очень, я в записях своих, вот они будут опубликованы, они очень старались мне помешать, я, наверное, неделю писала это все, и все же получилось у меня то, что получилось. То есть, просьба тем, кто увидит этот ролик, прочитать то, что я написала, там будет как-то подробно и более связано. Значит, по поводу физических пыток, потому что психологически писать невозможно, это поймет и толстная тяжка человека, только тот, который хоть немножко общался с такими людьми, скажем так, может родственник, которому рассказывают ежедневно, о том, что-то проделывают не то, 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 пятое, десятое. У меня вот муж, ему тяжело было понять меня, он только сейчас, когда я ему подробно начинаю рассказывать, он в ужас приходит, он весь чернеет от этого, и не может ничего сделать сам. Он говорит, ну ты хоть найди мне кого-нибудь из них, я уже сам как-нибудь там постараюсь. Женат ему полтора года, личной жизни мне никакой практически не дают. Счастья нет, радости нет, это такая медленная смерть. Физические пытки какие? Вытягивают что-то из суставов, кости смещают, тогда трудно ходить. Они дают общаться с людьми, пытались развести меня и с мужем, и ссорить с детьми. Стравливают, пытаются стравить терпение, терпение, еще раз терпение. Потом физические пытки, как и облучение, я говорила, вибрации, сильные вибрации, тело холодно может ходить, просто вот как у паралитика. Понос, рвота. Я донор, мне отказано уже в кровосдаче, потому что при сдаче крови мне сделали такое плохое состояние, что я обморок был, и меня откачивали. Хотя такого никогда не было прежде. Вот, заболеваний хронических у меня нет. Так что можно еще сказать. Физические пытки изнасилования каждый день, причем, я говорю про изнасилование, все изнасилования. Ощущение насильственного полового акта во все места, и горло не исключаю. Вот даже сейчас с вами говорю, мне трудно говорить. И не расскажешь об этом, так вот паскудно это все. В общем, читайте записи, там будет сказано подробно. Тут же психическое давление идет. Оскорбление, оскорбление, оскорбление. У меня умерло половина родственников. Мать, отец, сестра, муж первый умер. И вот это полоскают, это все в грязи. И имена их, и память о них, и живых в покое не оставляют. И говорят гадости о моих детях. У меня три взрослых сына. Ну вот, значит, в общем, жизни никакой работать не дают. Я пробовала устроиться на работу. Кто это делает? Я наблюдаю их 24 часа в сутки. Это делает преступная организация. Подтягивается молодежь, вербуется из общежитий, учащихся, училищ, техникумов. Видимо, специальную обработку предварительную. С ними ведется предварительная обработка. Прогоняет им идею о подмене власти в России, о чем я, собственно говоря, писала уже. Каков их состав? Некоторых членов этой группировки мне показывали. Пожилых лет 50 немного, их там человек 15-20, но они частично ушли, вот, потому что много говорили, и думали, что я это не опубликую, а я все-таки собралась с духом. А потом среднего возраста люди, наверное, процентов, может быть, 30, называют их трассионные мамы-папы. Они присматривают за молодежи, обучают их, натаскивают, так сказать. Приходят туда молодые люди, уже озлобленные, уже обработанные, задают глупые вопросы, почему так досяк. Их соблазняют виртуальным сексом, их так пробуют. Вот, это я слышу не первый раз. Соблазняют перспективами, что там деньги можно как-то выкачивать из людей. Они на это подсаживаются, подсаживаются на это очень быстро. Это психологи должны с ними потом работать, если это вскроется когда-то. Потому что это не передать, что они говорят, и что у них в головах там напичкано. Вот, я думаю, что это где-то Москва, или ближайшая Подмосковье. Адресов дают много, найти не могу. Просьба тех, кто увидит ролик, прочитать все же опубликованные записи. Извините, я запинаюсь. Вот, может кто-то, учителям просьба, в учебных заведениях. Просмотрите, пожалуйста, это ваши дети прокачиваются через этот коробок, как я написала, богодельня, как они называют, дом садистов и бордель. Это ваши учащиеся гибнут, превращаются в маньяков. Просьба родителям обращать внимание, у кого дети есть от 15, 16 и старше, это обязательно. Вот, потому что они мне так и говорят, живем двойной жизнью, дома родители не знают, у кого есть родители, из интернатов привлекается молодежь, из детских домов, я уж не знаю, как, на что смотрят там руководящий состав, педагогические и прочие. Но говорят откровенно, уровень развития у всех разный. Если честно, скажу, ниже среднего там, из спец, что ли, коррекционных заведений ведут, есть и средненькие такие, есть и более развитые. Вот. Родители боятся так огня, те, у которых есть. А что я сейчас сказать? Значит, почему у нас в стране столько суицидов среди молодежи и среди облучаемых, особенно среди облучаемых, тех, кто взят под таких же, как я, скажем так. Смотря у кого какой режим воздействия, у меня открытый режим, слышу голоса, идет четкое направление передавить психический. Сколько я читала в интернете, сколько я слышала рассказов о суициде. Почему я уделяю этой теме столько внимания? Гибнут в основном молодые, у которых нет опыта житейского, у которых нет терпения, которых легко поломать. Тут скажу, очень важно, может быть, меня убивали несколько раз, доводили практически до смерти, физическое состояние было очень тяжелым. И в этот момент они пытаются, это очень важно, кстати, они делают, так сказать, из человека гнутую такую тварь, которая выполнит каждый их приказ. Именно вот после таких приемов доводят практически до смертельного состояния, скажем так, уже все. Уже и мысли нет в голове, кроме одной это смерть. И начинают просить прощения, мы тебя отпустим, начинают обманывать туда-сюда, лежишь, просто молчишь. Я лично делаю так. Я знаю, что я очнусь, убьют так убьют. Вот, никогда нельзя ломаться. Бог есть. Я верю, что все это, они будут наказаны. Это очень жестокие люди. Это даже не люди, это я не знаю, как это назвать. В общем, ломают именно в такие моменты. Ломают конкретно, выводят на сунцид. Вот. Я всегда помню, что я выстою, чем бы это ни закончилось. И делаю все, что от меня зависит. Вот. Они, как правило, замучают до полусмерти, потом отступают. Со мной проделывали много раз такое. Счет этому уже потеряла. Вот. Вот тут я написала, что, когда писала эти строки, в голове как маленькие бомбы взрываются. То есть, они не дают писать. Они пытаются искалечить физически. Они устраивают различные боли. Они выламывают, выкручивают руки. Боли такие, что даже вот пси болен, я уже не понимаю. Как будто суставы выходят из своих мест и кричать мне нельзя. Любимый их прием вырывания матки, говорю прямо, хоть мне и стыдно. Они так и называют это. Боль дикая. Живу в коммуналке, и не закричишь. И муж, когда рядом, тоже я стараюсь держаться. У меня выкрашились зубы, потому что я постоянно сжимаю их. Терплю там пытки. Это ад. Это не выскажешь словами. Это человек даже, который вот не проходил этого, тот не поймет. Родственники, которые, скажем так, я не жалуюсь, я просто рассказываю тем, кто рядом. И то не каждому можно сказать, потому что не верят. Вот. Хотелось бы отметить еще два очень важных момента. Первый момент. Их количество. они приходят туда потоком. Каждый день бывают новые. Очень многие уходят, но есть те, которые остаются. И те, которые уходят, это все замалчивают. Ни дома, ни учителям, ни знакомым. И может как-то сами между собой там сосукаются, но это все остается, так скажем, не на поверхности. Никто об этом не знает. Взрослые, по крайней мере, я так думаю. Вот. Меняются часто, подключены ко мне всегда двое. Третий сидит, контролирует, присматривает за всем этим. Вот. Значит, как они их обрабатывают, как я слышу, каждый день практически. Их натаскивают психологически так. Это, говорят, корга. Они меня так обзывают. Коргой я этого не стесняюсь, говорю напрямую. Самый наш поганый экспонат. Но вы познакомьтесь. Вот. Кто хочет сорвать зло, какое-то на ней там обозвать, пожалуйста, не стесняйтесь. Так и говорят. И начинают пытать. Вот. Второй важный момент их откровенность. Думаю, это психологическое. Каждый маньяк мучая свою жертву. Вот представьте, что куча, так скажем, много каких-то уродов поймали человека, посадили в подвал. И ходят беспрестанно, прям, не давая ему толком ни поспать, ни какие-то дела свои поделать, так скажем, наблюдая 24 часа в сутки и вмешиваясь в это все. Вытаскивает память какие-то нехорошие моменты может в жизни были. Все это вытаскивается на поверхность, все это закидывается грязью сознания, мусором, ненужным каким-то. Мучают и физически, и психически. И 24 часа и уходят, и подходят новые, и делают то же самое. Так вот, это я, и они маньяки. Просто это никому не заметно, этого никто не видит. А при этом я еще должна выживать и как-то пытаться себя обеспечивать, обеспечивать я себе не могу. Это взял на себя уже мой муж, он меня содержит. Хотя мне 41 год только. Вот. Они откровенны. Хотя в последнее время поняли, что я собираюсь публиковать это. Рассказывают много. Писала, ориентируясь по записям в черновиках, потому что обнуляют память ежедневно. А причем забивают еще сознание отвлекая ежеминутно. Говорят прямо, нам нравится издеваться, нам нравится уродовать. Ты что, говорит, не понимаешь, что ли, вот прям вот таким, ну ты же все понимаешь, ты же умная баба, ты что, ты должна нас понять как не то другой. И вот так, говорю откровенно, они так вот подходят к аппарату другие, откровенничают. Многие уже не стесняясь говорят свои фамилии, хотя сейчас стали прятаться, потому что я собиралась опубликовать это все. Вот, еще хочу что сказать. По поводу, прослеживалось четко, еще год назад я заметила, сначала не обращала внимания на это, идет, им прогоняется такая идеология подмены власти в России. Помимо отъема денег у богатых, так скажем, это тоже. На мне говорят, будешь сегодня олигархом, завтра президентом, я их уже отмахиваюсь, пошли вон. Вот, нам нужно, нужно богатые, ты, говорит, бедная, и что-то не богато, старая тварь, мы бы тебя использовали. И, в общем, такую ахинею несут, новым это прогоняется. Старые уже, те, кто дольше ходят в этот коробок, они как бы поумнее, что ли, или учитывают ошибки. Вот, и это они повторяют, и тут одергивают, я смотрю, опять их сейчас, даже сейчас пытаются что-то там втолкнуть свое. Вот. То есть, им проводят мысли, что они могут отымать у людей все, что принадлежит кому-то. Делается это как? Значит, у меня открытый режим, да, на мне натаскивают так скажем, злобных таких индивидов, которые потом применят их навыки в обработке более важных, так скажем, людей, которые власть имущие, у которых деньги есть, да, у которых есть что отнять. Их ведут в скрытом режиме, наблюдают, узнают какие-то секреты, снимается память, какие-то моменты важные, все это учитывается, ненужные члены семьи могут убраться, сразу говорю, это работает преступная мафия, по поводу во сне ли, либо в подсознании человека, жертвы конкретно, которая важна, внедряется образ именно того парня или девушки, который пойдет навстречу, так сказать, подсадная утка, они могут потом либо пожениться, либо что-то там, человек доводится до определенного состояния, подписывает документы, жертвы со временем убираются, вот, или либо заканчает самоубийство, потому что это все возможно, они работают так четко, я вам говорю, что это психологи, там работают умные люди на самом деле, и очень жестокие, здесь вот ко мне вот ходят, так скажем, в коробок, как я его назвала, в то здание, где они сидят, в основном молодые, а умные такие, которые подсаживают, подсиживают, так скажем, богатых, они приходят редко, занимаются с теми, кто подает надежды, вот. Света, а значит, то есть они готовят заранее того человека, к которому они хотят подсунуть там девушку или парня, и обрабатывают, то есть перед этим обрабатывают этого человека и как бы создают ему в мозгу этот образ или закладывают его подсознание, что это самое, что вот такое, и когда на его появляется этот человек, тот другой влюбляется в него, и таким образом создаются пары. Мне пытались тоже, со мной это не проходит, потому что режим открытый, я их отгоняю, как умею, могут создать сильное возбуждение при заталкивании в подсознание образ нужной личности, так сказать, и человек просто попадает на крючок, и тем более еще не понимает, что с ним происходит, и сделается это для одного, отобрать капитал. Говорю напрямую, работает масса. Я живу в стране, где человек обычный не защищен. Потому что меня взяли в разработку для того, чтобы уничтожить психически и физически. по поводу внедрения непосредственно в мозг. Я считаю, это оружие должно быть уничтожаться. Ни в каких лечебных целях его не должны применять. По поводу Смирнова Игоря, муж Русалкина Елены, видела в том фильме, в котором снимали меня, там эпизод был, показывали меня. По ТВ-3 вышел выпуск «Псеоружие». Значит, там был приведен пример лечения от наркомании. Облучается сильно некий участок мозга, отвечающий за удовольствие, центр удовольствия. Человек после такой обработки теряет интерес к жизни. Обы эти проводились, это было доказано, что человек получается как бы психически такой инвалид. я считаю, что нельзя вмешиваться в психику человека, даже преступного, скажем так, нельзя вмешиваться в подсознание, нельзя трогать мозг. Вот, человек это система самовосстанавливающаяся, вместо того, чтобы разработать какие-то методики полезные, для того, чтобы создать человеку условия для нормальной жизни, для гармоничного развития, для того, чтобы человек просто нормально жил, для того, чтобы он радовался и понимал, что в этом мире, как устроен этот мир, чтобы человек развивался и понимал, что он такой и для чего он вообще. Наша цивилизация смогла предложить, может такое только уродливое вмешательство предложить на уровне непосредственного вторжения в мир, который есть человек, его подсознание это немышленно, это плевок в сторону Бога, такой, что я не знаю, о чем они думают власти. В общем, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok